Друзья, всем привет! Несколько недель назад мы снимали ролик, где я рассказывал, как мы продали квартиру и купили вот этот дом. В этом ролике я почитал комментарии, они были справедливые. Многие написали, ну Дима, ну что ты рассказываешь? Частный дом это все очень дорого, особенно если это все грамотно делать. И вот в этом ролике я вам хочу показать примеры с цифрами, как было до того, как мы сюда заселились, и что стало после, что сделали мы своими руками, за что мы заплатили денежки. И я вам хочу рассказать, сколько на это ушло деньги. И хочу привести сразу два примера. Максимально бюджетный вариант и то, как сделали мы. Поэтому присаживайтесь поудобнее, в этом ролике будут цифры, будут суммы, и вы сможете понимать, сколько стоит содержать свой частный дом и сколько стоит его благоустраивать. Поехали! Первое, с чего все начинается, это, конечно же, подъезд к дому. Вот я вам сейчас показываю дорогу, по которой у меня, кстати, к вам будет маленькая просьба. Но как это выглядит? На данный момент сухо, проселочная дорога, подъехать к дому можно. Но, когда мы сюда только заселялись, сюда подъезжаешь, вот этого всего, естественно, не было. В лучшем случае была вот бетонная дорожка к дому соседа, а у нас же здесь были просто такие овраги, где заставилась вода. В данном месте собиралась лужа, которая воняла, потому что в воде просто-напросто некуда было уходить. Соответственно, с этим нужно бороться, чтобы к дому ты мог подъехать, поставить два автомобиля. Правильно? Правильно! Что мы начали делать? В первую очередь мы здесь немножко все раскопали, кинули дренажную трубу, после чего мы насыпали песок, все это утрамбовали. После чего мы нашли несколько человек, кто занимается асфальтовой крошкой, занимаются люди постройкой дорог. В общем, нам это все привезли, мы это утрамбовали, и получилась вот такая вот парковочка. Здесь примерная площадь, вот вдоль дома, примерно 150 квадратов. Соответственно, за все это дело мы отдали 60 тысяч рублей. Это, в принципе, не так дорого, с учетом того, что здесь дренажная труба. Таким образом, сегодня, когда проходит дождь, по бетону, естественно, вода уходит вниз, а здесь все, что собирается, уходит потихоньку в грунт, попадает в дренажный отвод и уходит далеко-далеко. То есть здесь никогда не бывает воды. Это очень важно, потому что вода, запомните, когда частный дом, это ваш самый злейший враг. Сейчас вы видите вот такую картину. Ну и, конечно же, можно сделать сюда бюджетный вариант, уложиться, я не знаю, там в 5-10 тысяч рублей, как договорить, потому что крошку КамАЗа, ну, мы договорились за один КамАЗ, там, тысячу рублей. Это, можно сказать, даром нам его отдали. Поэтому можно было бы просто здесь насыпать, ничего не утрамбовывать, не кидать никаких труб. И, условно, там, тысяча-десять тысяч рублей у вас была бы крошка. Но чем это плохо? То, что со временем все равно вода бы застаивала, все это становилось бы буераками. Сейчас прошло 3 года, в целом ситуация хорошая. Но у нас в стране такие дороги, это муниципальная земля, их должно делать государство за свой счет. Поэтому у меня к вам есть просьба, в описании к этому ролику, в первом закрепленном комментарии, я оставлю ссылочку. Друзья, я вас очень сильно прошу поддержать меня. Я никогда к вам за помощью не обращался, а в этот раз прошу все мы тут, всей улицей к вам обращаемся за просьбой. Значит, смотрите, заходим на портал Добродел, выбираем голосование за ремонт дорог. Я вам сейчас все это прям наглядно показываю. Выбрать нужно муниципальный городской округ Кашира. Далее мы авторизовываемся через ЕСЕ или госуслуги. В поиске мы пишем «Дорога по улице Каштановая». Далее мы за нее голосуем, оставляем комментарий «за». Ну и если не сложно, пролайкайте все предыдущие комментарии, ну хотя бы несколько, один-два. Таким образом, у вас на это уйдет три минуты, но если мы выиграем в этом голосовании, у блондина будет здесь хорошая дорога. Мы снимаем тест-драйв, поставим красивую машину, тут вид хороший. Поэтому, друзья, очень сильно прошу, всеми соседями просим, поддержите. Есть возможность, проголосуйте. Пойдемте дальше. Значит, что мы получаем с покупкой дома? Вот этот забор. Забор довольно-таки добротный. То есть здесь хороший фундамент, о чем мы сегодня детальнее поговорим. Заходим дальше. И что же нас здесь встречало? Это сегодня у нас здесь вот такая красивая плитка. А раньше здесь просто-напросто были овраги. Как это выглядело, я вам сейчас показываю на фотографиях, поэтому вы можете сравнить, что было тогда и что стало сегодня. Сейчас у нас здесь лежит брусчатка, под ней, по периметру, везде идет подогрев. Что было раньше? Раньше здесь просто вот такая шла земля, в силу того, что мы находимся возле оврага. Вот где сейчас стоит камера, где вы находитесь, получается у нас перепад по диагонали составляет, внимание, 3,7 метра. Это очень много. Кто занимается строительством, поймет то, что нифига себе на таком участке работать с точки зрения ландшафта, работать и работать. Что мы сделали? Мы очертили для себя границу вдоль дома, где приняли решение, что здесь мы будем поднимать ландшафт. Чтобы у нас здесь было ровненько. То есть ты подъехал, заходишь, никаких перепадов нет. А раньше было так, потому что ты открываешь, спускаешься как бы в овраг. К дому подход, да? Это и сейчас здесь все удобно сделано. А раньше было так, что можно было строить лестницу, чтобы зайти вообще в дверь. Поэтому, естественно, работал эскаватор. Все это здесь расчищал, выравнивал. После чего насыпался точно так же песок. Все это утрамбовалось. После чего выкладываем сетку. На нее же выкладываем трубы. Подогрев здесь идет водяной. После чего так же песочек все уравнивается и начинается укладка плитки. Соответственно, это было сделано в сентябре 2017 года. На сегодняшний день, если вы посмотрите, я вам даже кадры показываю, никаких особо перепадов здесь нет. Это очень важно. Здесь есть такой небольшой градус наклона. Специально для того, что вот здесь, пожалуйста, покажите. У нас идет ливневка. Это важно. Подчеркиваю, вода. Это злейший враг для любого дома. Соответственно, здесь ливневочка, которая сделана очень грамотно. И эта же ливневка работает в паре с той же самой дренажной трубой. Это тоже важно. Соответственно, на вот этот участок, подчеркиваю, без учета вот этой пристройки ушло 300 тысяч рублей. С учетом того, что и материал, и работа. Это важно. Значит, если бы мы не делали бы подогрев здесь, то это, можно сказать, минус 40-50 тысяч рублей. В силу того, что все эти работы шли в паре с работами в доме по подогреву пола, я напоминаю вам, что в доме нет ни одной батареи. Был смысл доплатить 40 тысяч рублей. Дом получается умный, потому что вы можете с мобильного приложения, где бы вы ни находились, включить, чтобы у вас там подогрев был. Для чего это было сделано? Любим, когда сухо. То есть, пришел, например, там прошел дождик, особенно по зиме, там какой-то легкий. Ну, нас же зимы сейчас такие. Включил подогрев, приходишь, у тебя здесь сухо, никакого гололеда нет, ты не упадешь. Тем не менее, если бы мы этого не сделали за 300 тысяч рублей, что можно было бы сделать? Можно было бы просто возвести лестницу сюда, чтобы можно было подниматься здесь, кое-как его выровнять. Ну и, соответственно, обошлось бы там вам, может быть, тысяч в 100 рублей, там в 50. Ну, это уж прям совсем бюджетный вариант. Но вот сделать вот так, как положено, это 300 тысяч рублей. В этом доме нет абсолютно ни одной батареи. Когда я об этом сказал, очень часто встречал комментарии из серии, да как так можно? Ведь идет весь подогрев с пола, вы лежите, спите, дышите пылью, болит голова. На самом деле, очень интересный момент, что мы это придумали не сами, мы были в нескольких домах, у кого сделано так. И посидев в гостях, погуляв по дому, мы поняли, что это очень круто. Ребята, на самом деле, все те, кто говорят, что теплый пол – это напряг, это напряг только в том случае, когда вы сделали неправильно. Когда у вас нет никаких там датчиков, что у вас жарище в доме стоит, и вы просто не можете с этим ничего поделать. Вот это, конечно, будет полнейший напряг. В нашем случае система идет очень интересная, она итальянская. По всему дому абсолютно везде лежит теплый пол, соответственно, стоят датчики по температуре. Если на улице становится холоднее или теплее, в доме при этом остается всегда одна и та же температура. Цена отопления вместе с котлом, с установкой, совсем абсолютно под ключ – 1 миллион 100 тысяч рублей. 200 квадратов, я просто посчитал, что примерно одна батарея стоит 8-10 тысяч рублей. Сюда нужно было бы батарей как минимум 15, а то лучше 20, чтобы вот в предбаннике с одной стороны, с другой стороны батареи, на кухне пара батарей, в зале три батареи, в каждую комнату по батарее. В общем, друзья, одних только батарей, комплектующих к ним, это уже 200 тысяч рублей. Соответственно, дальше все эти трубы, все это нужно провести, все это нужно соединить, нужно заплатить людям за работу. Это тоже все деньги. Таким образом, разница уже становится, конечно, она остается, естественно, но тем не менее, вот я серьезно говорю, приезжайте в гости, пройдетесь, почувствуйте, вот зимой, в частности, то, что в доме реально комфортно. Важно понимать, что 200 квадратов – это все дело нужно, конечно же, убирать каждый день. И вот здесь у нас есть крутейший помощник. Давайте я вам о нем расскажу за 4 минуты. И вопрос уборки в нашем доме решился по щелчку пальцев, и он прячется здесь. Как ты думаешь, что там? Здесь, ребята, робот-пылесос от компании Эковакс Дибот. Это Озма 950. Вот это реальная пушка будущего. Вот она разница поколений наглядная. Вчерашнее десятилетие и современность. Изначально, когда мне пришел тот робот-пылесос, я подумал, что это какая-то игрушка, потому что, ну как, вот это вот, что можно легко поднять, может убрать дом площадью 200 квадратных метров. Я его тестирул около недели, и знаете что? Я дико ошибался, потому что вот это, ну реально, рабочая машина. Приходит вам все в красивой, компактной упаковке. Я даже не побоюсь этого сравнения, что упакован товар по принципу, как продукция Apple. Само собой, в комплекте идет все самое необходимое. И есть запасные запчасти. Щеточки, тряпочки для влажной уборки. Доставая его из коробки, вы предварительно скачиваете мобильное приложение, персональное. Все, что вам нужно будет сделать, это открываете крышечку, зажимаете вот эту кнопку, у вас загорится значок Wi-Fi. После чего вы сканируете штрих-код, все, у вас получен полный доступ к роботу-пылесосу. Оснащен возможностью влажной уборки. То есть, мы, например, можем поставить дополнительную тряпочку, вот он пылесосить будет ковер, но когда будет спускаться на плитку, он будет переходить в режим влажной уборки. Тем самым собирает всю пыль. Поначалу мне казалось, что ну хреново он будет работать. Но, как показала практика, когда ты его включаешь, он сначала хаотично катается по комнате. То есть, он строит картографию, он запоминает комнату, где стоит кровать, где стоит банкет, где стоит стул. Ничего этого убирать не нужно. Но нужно убрать мелкие вещи, какие-то веревки, потому что он может запутаться. Запутавшись, он вам об этом сигнализирует ваш мобильный телефон. Он рассчитан на три этажа, то есть, он запоминает первый этаж, второй этаж, третий этаж. Вот посмотрите, я вам сейчас увожу на экран, когда он пылесосит, подъезжает к лестнице, естественно, он здесь все считывает с помощью вот этого датчика. Он с лестницей никак не скатится. Поэтому вещь умная. Он рассчитан на 170 квадратных метров на одном заряде, 5200 миллиампер часов. Но если он садится, у него есть док-станция, которую вы устанавливаете в каком-то месте. Он ее запоминает, это его дом. Он возвращается на нее, заряжается и после этого возвращается на ту точку, где у него кончился заряд и продолжает уборку. Вот он заезжает на ковер, видит то, что ворс. Он включает дополнительный мотор. Ну, в общем, работа начинает сильнее. Все засасывается. Съезжает на пол, работает тише. Режимов куча. В мобильном приложении можно даже выделять места, где он должен убираться, где не должен. Но предположим, что здесь у вас что-то стоит, и сюда он подъезжать не должен. Вы можете в мобильном приложении очертить границы, куда он заезжать не должен. Влажная уборка. Здесь также есть вода. И самый прикол в том, что он действительно рабочий в этом плане. Это не моющий пылесос. Он вам не намоет комнату, но он собирает пыль. Можно увеличивать подачу воды. Сильнее, чуть-чуть, слабее. В общем, тут разберетесь, проблем никаких нет. Все, что вам нужно, вот, вы открываете, вы спокойно достаете вот эту часть. Это фильтр, да? Высыпаете. Все, здесь специально даже можно снять, прочистить. Вот это вот реально делается легко. Не то, что там на старых пылесосах. Подвеска здесь получается как бы независимая. То есть, видишь, одно колесо, раз в него уходит, он, соответственно, может другим зацепиться. Вещь, парни, ну смотрите сами. Крутейшая. Я просто офигел изначально от того, что он из себя представляет. Таким образом, теперь в мобильном приложении у нас выставлено, что каждый день он сам включается. Сначала он убирает второй этаж, все комнаты, он заезжает в ванну, в отдельные комнаты. После чего он сигнализирует то, что он закончил. Мы спускаем его на первый этаж и он убирает первый этаж. Все. Вопрос с уборкой просто-напросто закрыт. Поэтому Озмо 950 ждет вас по ссылочке в описании. Если вам нужно убирать меньшую площадь, есть модели попроще. Переходите на официальный сайт, смотрите, знакомьтесь, заказывайте. Промокод от меня на дополнительную скидку. Все подробности по ссылке в описании. Фундамент. Вот по этой части, вообще в целом, везде у нас даже и заборы, и отмостка полтора метра вниз. То есть это очень важно. Кто-то скажет, типа полтора метра, вы что, с ума сошли? Значит, рассказываю, есть такое понятие, как глубина непромерзаемого грунта. Мы с вами находимся в Московской области. Это 100 км от Москвы. Здесь глубина непромерзаемого грунта примерно метр двадцать, метр тридцать. Если вы проживаете на юге, то у вас, соответственно, там совсем другие технические условия для строительства. В нашем случае мы строили дом для себя навсегда. Ну, то, что мы облагоустраивали. Те же самые заборы. Варианты серии там сделать подешевле, немножко сэкономить. А потом через пять-десять лет быть как раз одними из тех, кто говорит, блин, дом свой, это постоянно что-то нужно делать. Там трещина пошла, там нужно переделывать. Нет. Мы выбрали вариант такой. Лучше мы сегодня отдадим денег столько, сколько нужно, но больше к этому вопросу никогда возвращаться не будем. Поэтому, когда мы строили вот этот пандус, здесь тоже заложен фундамент глубиной полтора метра. Соответственно, на него мы отдали примерно 150 тысяч рублей. Ну, дерево здесь это дешево, самое основное, это бетон работы. Поэтому, теперь это можно дерево все убрать. Многие спрашивали, а что вы здесь будете делать? Ну, в планах было что-то сделать интересное. То есть, какая-то мансарда, можно выйти летом, посидеть, отдохнуть. На данный момент сделан вариант такой, то, что все сделано основательно, за исключением дерева. Дерево, как бы, здесь самый дешевый вариант. Сюда же также выведена вода. Это специально для того, что вот есть собаки, все это дело работает, можно помыть руки, шашлыки там готовишь, рыбу жаришь. То есть, все это в рабочем режиме. Вот этот дом построен в 2013 году. Мы сюда заселились в 2017 году. Вот за эти 4 года, что происходило? Дом стоял, вот обратите внимание на крышу над гаражом. То есть, здесь изначально должен был быть гараж. Она идет под наклоном, специально для того, чтобы с нее сваливался снег. И здесь, естественно, есть ливневки, водоотводы, все для этого предусмотрено. Но, что было интересно, когда мы сюда пришли, с этой стороны, вот конкретно с этой стороны, где я стою, падал снег, дожди проходили. Здесь было все нахрен размыто. Это к вопросу о том, что вода это ваш самый злейший враг. Даже сейчас мы вам покажем несколько примеров. Вот водичка скатывается, и, казалось бы, после дождичка, вот, проходит, проходит, и она здесь постоянно намывает. То есть, получается, такой ручеек уже у нее идет. А когда это идет годами, то, соответственно, здесь появлялась большая такая канава, можно даже так назвать. И все это, когда это рядом с домом, это уходит все под дом. Коаксиальная труба, из которой выходит конденсат. Помимо того, что он выходит здесь, каждый день по капельке просто капает вода. И вот смотрите, что происходит. Вот прям показываем вам по-живому. Вот просто одна капелька воды падает на прусчатку. Вот, смотри, она ее просто-напросто разбивает и размывает. Вот она упала прям в кадр. Молодец, молодец. Соответственно, друзья, это просто по капельке. А теперь представьте то, когда у некоторых, например, начинается весенняя капелька, и постоянно все падает. Дождь прошел, все льется. Воду нужно относить от дома как можно дальше. И вот обратите внимание, какое решение приняли мы. Вот идет с крыши желоб, по которому вода начинает стекать, потом она падает сюда, идет, идет потихонечку сюда, попадает в эту трубу. И вот самое интересное, что здесь обычно, вот если вы так поездите по частным секторам, вы увидите вот такую хрень. Ну там она 30-40 сантиметров, с нее все вытекает, и вот куда-то вот сюда все льется. Потому что люди считают, что вот столько отступили, все, спасли. Но на самом деле, если там много воды будет и какой-то наклон есть, ну вы понимаете, она может точно так же возвращаться обратно. У нас сделано немного интереснее, то есть вода уходит вниз, здесь она идет дальше вдоль дома по трубе, естественно. Побежала, 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 собирается здесь. Здесь у нас есть контрольные колодцы, с помощью которых можно поднять, посмотреть, на каком уровне там у нас где вода находится. То есть здесь все под контролем, нет такого, что куда-то она там убегает, а мы ее не видим. Мы видим всех. Таким образом, она вся собирается в одном месте, то есть сделан небольшой специальный градус уклона. В левой части дома. И после чего она попадает в одну общую трубу и уходит далеко-далеко отсюда, туда, где ей и место. То есть здесь вода нигде не собирается. Что было сделано? Изначально был поднят вот здесь дополнительный фундамент. Он отстоялся один год. А после чего мы перешли к постройке вот этого навеса. И основная функция этого навеса как раз таки увезти подальше снег и воду от дома, от фундамента дома. То есть сюда он попадает, здесь уже никаких проблем он нам не доставляет. А если бы он падал бы здесь, то вот это была бы большая проблема. Потому что проблема для фундамента, соответственно для того же самого подвала. Вода собирается, а в подвале вода. Вам любой строитель, даже вот любитель скажет, это сразу грибок, сырость. В общем, это погонь. Дом будет сжираться изнутри из одной простой воды. Цена вопроса была примерно 60 тысяч рублей. В силу того, что частично этот навес мы сделали сами. У нас есть свое производство, мы оказываем подобные услуги. Поэтому для нас это было дешевле. То есть мы заплатились за материал, заплатили за работу нашим сотрудникам. Все, пожалуйста, собрали этот навес. Далее мы переходим с вами к самому интересному и к самому, можно сказать, даже дорогому. Это отмостка. Та самая отмостка, по которой я хожу. Вот обратите внимание, какая высота здесь, фундамент и какая она сама по себе по ширине. Как правило, отмостки люди делают, ну там небольшие, там 30-40 сантиметров от дома. И она идет очень маленькая. То есть, как правило, ты идешь прям вдоль дома, там буквально 5-7 сантиметров отступ от земли. Все. Мы посчитали это неправильно, потому что, подчеркиваю, в этом доме сейчас живут мои родители, живу я. Проживу я свою жизнь, мои дети проживут свою жизнь. Мы его сделали так, чтобы здесь в дальнейшем не нужно было думать о том, блин, что же делать, надо что-то ремонтировать. Поэтому сюда было залито очень много бетона. Глубиной примерно полтора метра. Соответственно, вот так вот по кругу, по всему дому, по периметру дому мы все это дело обошли. И после чего сделали вот такое интересное решение. То есть, здесь ступеньками выложили также брусчатку для того, чтобы можно было передвигаться, ходить. Потому что в дальнейшем, несмотря на то, что сейчас здесь везде нет никакого ландшафта, в дальнейшем мы, конечно, этим вопросом будем заниматься. А так ты выходишь, пожалуйста, у тебя чистенько, аккуратненько. И самое главное, нет никакого страха по отношению к воде. Я это не просто так говорю, друзья. Вы те, кто захотите построить свой домик, как правило, можно залезть куда-то в интернет, где вы увидите дом за 400 тысяч рублей летний, за миллион, за два. Самое главное, это надо начинать с фундамента и надо начинать вот именно с таких вопросов решения, как вот куда деваться в воде. Потому что в дальнейшем, то, что вы купите сегодня там задешево, вы просто через 2-3, там 5 лет, через 10 лет, несмотря где он у вас будет стоять, вы отдадите потом еще раз деньги, еще раз. Поговорка, да? Скупой платит дважды, а дурак всю жизнь. И вот за все, с работами, с материалом мы отдали 400 тысяч рублей. Самое главное, что если мы сейчас, допустим, залезем в подвал, то там нет никаких трещин по основанию дома. Это важно. А у некоторых, как выяснилось, трещины есть. Опять же, если проехаться по подобным поселениям, по деревням, дома, которые люди к этому безалаберно относятся, если в дом зайти, там трещина в доме может быть. То есть облицовочный кирпич есть, а внутри идут трещины. Это все очень плохо. Здесь же все сделано, как вы видите, добротно. Я уверен, что вот вы мне рекламировали, ну, точнее, советовали канал «Строй хлам». Там человек ходит, он с опытом. Как раз, я бы думал, он бы нашу отмостку бы 100% бы оценил, бы сказал, блин, ребята, ну вы сделали круто. Кто-то скажет, перебор можно было бы сделать попроще. Ребят, у каждого из вас есть возможность сделать для себя так, как он считает нужным. Мы посчитали, что у нас будет вот так вот. Соответственно, сколько можно было бы потратить денег, если идти по принципу сэкономить? Ну, можно было бы, я думаю, тысяч в 100 уложиться, просто бетончиком аккуратненько залить и все. Ну, мы отдали 400, а можно было бы в 100. Забор. Вот это вообще отдельная и интересная история. Когда мы сюда заехали, вот этот забор шел основательный. Здесь же просто колышки условно, и вот листы были на нем. Соответственно, это не забор. Что мы сделали? Вырыли траншею, сделали фундамент, тоже глубиной полтора метра. Те, кто скажут, что, блин, а зачем это нужно делать для забора? Вот я вам даже сейчас показываю пример. Забор, который мы делали у нас на производстве, из серии сэкономить по-быстрому нужно было поставить. Отдаешь за него 30-40 тысяч рублей за определенный участок. Но через год, два, три, весь забор начинает вот так вот гулять. Это к вопросу о глубине промерзаемого грунта. Если сделать, допустим, лунку 60 сантиметров, ты поставишь забор, он у тебя будет красивый сегодня. А через год-два он у тебя весь начнет сикость-накость. Соответственно, что делать? Переделать, переделать эти серии, подойти что-то, потолкать не получится. Нужно будет все заново перерывать, собирать, делать. А это опять ты будешь денег платить. Здесь вот на вот этот забор тысяч рублей, с учетом, естественно, того, что уходит основная сумма денег на бетон. Но таким образом сейчас этот забор стоит, он никуда не денется. Даже я специально ходил, смотрел по длине, прошло уже три года, он вообще не колыхнулся. Вольер для собак. Кто-то сказал, ну типа слишком жирный вольер. Но подчеркиваю, в этом вольере мы и сами сидим вместе с собаками. Он тоже сделан на фундаменте, он на сваях. То есть, по сути, можно его убрать, вольер в частности, и построить на нем там, ну либо какую-то крутую беседку, либо даже какую-то небольшую баню. То есть, тут уж думайте сами. Факт того, то что вот за все, за сборку вместе с материалом совсем денег ушло на этот вольер 250 тысяч рублей. Но как вы видите, он действительно добротный, даже по внешнему виду тут одна крыша чего стоит. То есть, внутри места достаточно пространства, внутри есть вон маленькая собачья будка, где она может выспаться зимой. Кто-то спрашивал, а как же с отводом воды бить незаметно? Все просто спрятано, я вам сейчас показываю, что с него точно так же собирается вода и аккуратненько уходит. Она, кстати, попадает в одну общую дренажную систему с домом. Когда мы сюда приехали, на участке было очень много деревьев, в частности лип. Я вам показываю фотографии, и тогда я их показывал, и некоторые люди писали, а зачем вы все это поубирали, зачем вы повырубали деревья, ведь так красиво, так уютно. С одной стороны, да, особенно когда сейчас, да, сравнить, мы стоим, здесь пустырь какой-то, земля, грязь, а тогда были липы, все было хорошо. Но, друзья, это липы, это, во-первых, под липы попробуйте, поставьте хоть кто-нибудь машину, с ней вот это все капает, оно все липкое, это целая головная боль. Но самое главное, что все эти липы, они стояли так, что, ну, большая часть, возле дома. Соответственно, дом, получается, был в тени. Проходит дождь, там, осень, весна, все это льется прямо по дому. Соответственно, дом будет стоять постоянно в сырости. Опять же, все эти листья, они попадают вот в эти водоотводы, забиваются. То есть, дерево возле дома, это головная боль. Круто, когда деревце красивое, да, стоит вот где-то вот в определенном месте, здесь вот мы посадили одно, здесь там поставим подальше от дома. Что-то ты вышел, у тебя хорошо свежет. Но не так, когда дует ветер, и дерево постоянно бьет тебе в крышу. Это плохо. Соответственно, мы решили сделать следующее. Убрать эти деревья, и после чего мы здесь в дальнейшем сделаем свой ландшафт, будет так же красиво и уютно. Но это будет позже. Пойдемте дальше в самую интересную зону, которая вам понравилась больше всего. Это зона такая у нас, лаунж при овраге. То есть, когда мы сюда приехали, естественно, этого забора тоже ничего не было. Все это стояло вот на колышках. То есть, временный вариант. Мы все это дело сняли, вырыли траншею, закатали вся кучу бетона. Метр тридцать, метр пятьдесят везде сделана глубина. Соответственно, вот этот забор полностью с бетоном, с работами, со всем обошелся. Внимание, в... Рублей. Вот этот вот весь периметр полностью, все это залито. Но это сделано навсегда. Почему? Потому что многие из вас отметили то, что здесь рядом овраг, а потом будет оползень. В общем, на века, на будущее мы сделали так, чтобы было все как положено. Можно было бы сделать все гораздо дешевле. Я закрываю дверь. То есть, он закрывается, но никакого дополнительного шума нет. Если вы посмотрите другие заборы, например, которые сделаны, тяп-ляп, там закрываешь, и там идет шум прям по листам. Оно все гуляет. Здесь, например, изначально завод-изготовитель предлагал сделать буквально там три или четыре секции для крепления. Раз, два, три, четыре. Все. Он посчитал, что это нормально. Почему? Для того, чтобы иметь возможность давать там более низкую цену. Мы же сделали в два раза больше крепления. Соответственно, ничего здесь не гуляет. Собаки у нас есть, которые могут спокойно подойти, облокотиться на этот забор. Собаки на секундочку. Одна 85, ну, один кобель 85 килограмм, вторая, ну, порядка 60. В дальнейшем она тоже должна быть еще такая же там 85. Соответственно, когда собака разбегается и прыгает, такие заборы, вот с такими креплениями, могут со временем просто-напросто нахрен уйти. Идем с вами в самое место, где лучше всего и комфортнее всего будет отдохнуть. Вот та же самая плитка. Но нужно сделать плитку для того, чтобы ты мог комфортно по частоте пройти к зоне отдыха. Нужно. Это примерно 50 тысяч рублей с учетом материала, работы, за все сразу вам называю полностью цены. Здесь же со временем вырастут деревья. Кто-то говорит, что вот правильно, что посадили, будут корни, они будут держать тот же самый овраг. Но подчеркиваю, самое последнее, за что мы здесь переживаем, это то, что уйдет овраг. Хотя некоторые люди как бы относятся к этому скептически, говорят, типа, блин, жесть вообще, зачем это сделали. Далее. Здесь нихрена не было. Здесь просто был пустой участок земли. Что нужно было сделать? Нужно было налить сюда бетона, друзья. Мы налили бетона, сделали хорошую подушку. Здесь идет 6 стоек бетонных, армированных. Они закрыты на глубину полтора метра. То есть, таким образом, здесь уже точно можно быть уверенным, что эта плита, она никуда отсюда не уйдет. Здесь же также идет у нас уже насыпной грунт. Таким образом, у нас получилась вот такая интересная зона. То есть, бетон, раз. Далее идет барные стойки по периметру. Ну, собственно, мебель. Это мы уже все докупили. Вот этот зонт есть, его можно раскрыть. Он открывается примерно на 3 метра. Здесь вы будете отдыхать. Помните реквизит? В общем, вот эта вот зона отдыха полностью со всеми материалами примерно еще 150 тысяч рублей. Ну, а теперь самое время все это дело посчитать. Напоминаю, что дом мы купили за 5,5 миллионов рублей. Сразу в ремонт мы внутри вложили примерно 3 миллиона рублей. Итого 8,5. Все то, что я вам сегодня озвучил, посчитал, это примерно 1,5 миллиона рублей. Итого уже 10. Но в реале это гораздо больше, потому что есть, например, некоторые объекты, которые не учтены. Так, например, пристройка вот эта, которую мы дополнительно сделали. Там тоже, естественно, теплый пол. И это обошлось в 350 тысяч рублей. Дверь, например, входная вот хорошая. Дверь надежная 100 тысяч рублей. Козырек над входом. Это пятнашка. И вот так вот, да, по кругу можно ходить, смотреть. Там внутри дома что-то еще, наверное, не учли. Соответственно, я думаю, можно смело накинуть еще 1 миллион рублей. Итого 11 миллионов рублей за все то, что я вам прямо досконально показал, рассказал. Единственное, что не учтено внутри по дому, это мебель. Потому что, например, в некоторых комнатах нет телевизоров. Старая мебель стоит, которую мы привезли. Соответственно, какую-то спальню покупать, это тоже все деньги. Зал там облагоустроить, сделать там какой-то кинотеатр внутри зал. Ну, я не знаю, там просто повесить телевизор, еще что-то такое большое современное. Это тоже деньги. Вы сами прекрасно знаете, что телек сегодня большой. Это сразу сотка. И вот так вот можно добавлять, добавлять. Соответственно, что мы смотрим? Ландшафта нету. Пустырь. Естественно, нужно делать. Здесь примерно, ну, попадет там, я не знаю, соток 10. Нужно как минимум благоустраивать. Соответственно, это тоже деньги. Баню поставить. Хорошая баня. Надежная баня. Большая, просторная. С зоной отдыха, где можно будет и зимой, и летом отдыхать. Потому что баню, ну, лично я очень люблю. Готов париться по два раза в неделю. Соответственно, это примерно 2 миллиона рублей. Гараж поставить. Хороший гараж с погребом большим. С просторным помещением, чтобы можно было заехать. Гараж не просто так вот теснится. А раз там вышел, дверь открыл полноценно. Это вот, ну, мы думаем, это примерно там нулям точно обойдется этот гараж. Соответственно, все вот это вот так вот посчитать. И набегает там в какие-то космические суммы денег. Но это все правда, друзья. Я вам показываю, как оно есть. Кто смотрел внимательно и скажет, слушай, здесь вы переплатили, там. Поймите правильно. Я вам показал, как мы делали. Соответственно, если кто-то где-то может найти дешевле или думает, что дешевле, пожалуйста, ребята, занимайтесь, делайте. Вот плюс-минус на эти цены можно ориентироваться. Можно сделать все дешевле там в 2 раза, в 3 раза. Можно вообще ни хрена ничего не делать. Пришел, там вон, дверь есть. Внутри дома у тебя все круто, а на улице вот там стояли бы старые деревья. И вроде бы казалось бы нормально. Это выбор каждого. Соответственно, здесь решение принимайте самостоятельно. Вот она реальность. Соответственно, в силу того, что сейчас этот был вирус вонючий, и он вроде как потихоньку кончается, у нас здесь есть еще один участок, который мы специально купили для того, чтобы выиграли на аукционе, для того, чтобы построить там небольшой домик и уложиться там в 2-3 миллиона рублей. Но сделать его тоже хорошо. Обязательно подписывайтесь на канал. Даст бог, все это закончится. Вернется работа. Будем зарабатывать денежки. Будем потихонечку двигаться дальше и покажем вам как раз совсем другую реальность. Не 200 квадратов, а 50 квадратов для жизни и по наиболее доступной цене. Итак, друзья, как вы поняли, поболтать-то я люблю, тем более тема жизненная. Поэтому всех я вас приглашаю в комментарии. Давайте вместе с вами все это дело обсуждать. Напоминаю вам, что обращаюсь к вам с просьбой. В первом закрепленном комментарии я оставляю ссылочку. Помогите, пожалуйста, проголосуйте за дорогу. А в описании к ролику я оставляю ссылку на робот-пылесос. Вещь, ну реально толковая. Вот честное слово вам говорю. Поэтому пишите ваше мнение. Давайте ваши советы. Буду читать комментарии. Через пару недель по ним же мы запишем следующий ролик. Потому что дом есть дом. Здесь тем во сколько. Здесь в одних только мелочах. Вот что-то взять. Можно такие сюжеты наснимать. То, что это прям действительно интересно. Я иной раз так вот смотрю, а тесно что-то рассказываю. Я думаю, блин, нифига себе, прикольно. Поэтому будем продолжать снимать. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на инстаграм-канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока.